Воздух крут, перед разом, крут, вязан. Голос, манера исполнения. Если не видеть, кто поет песню, можно подумать, что слушаешь запись Владимира Высоцкого на магнитофонной ленте. Самарского барда Сергея Лысенко в узком кругу называют не иначе, как Самарский Высоцкий. В его репертуаре несколько песен легендарного актера театра на Таганке. Это все от души, потому что не от души это невозможно сделать. Это просто нереально. Поэтому либо ты делаешь так, как чувствуешь, либо ты не делаешь это никак. Песен очень много хороших у него, которые мне нравятся, которые мне близки, но которые я не могу прожить. Я не берусь их исполнять. Только те, которые я прям совсем прочувствовал и понимаю, о чем там речь. 29 ноября ветераны городского молодежного клуба встречаются в музее Высоцкого. Творческий вечер в камерной обстановке. В перерывах между песнями вспоминают 1967 год и концерты Владимира Высоцкого в Ледовом дворце спорта. Борис Смольник тогда был штатным фотографом клуба. Именно клуб и организовал приезд актеров-куйбышев. Разрешение пришлось просить у секретаря обкома КПСС Владимира Орлова. Сделанные тогда фотоснимки сегодня можно увидеть в музее Высоцкого в Самаре. Некоторые экземпляры хранятся у фанатов США. Был очень фотогеничный парень в белой рубашке, 10 кадров, из которого можно было сделать что-то хорошее, по крайней мере точно. Отобразив его образ, вот этот рывок к людям, как он подавал песню. Я очень рад, что я, так сказать, при жизни Володи его видел вот так, в закулисе двумя словами, общался. Он всегда куда-то торопился. 29 ноября 1967 года Владимир Высоцкий в Куйбышеве дал два концерта. Количество коллективных заявок превышало вместимость Ледового дворца в несколько раз. Только завод имени Фрунзе требовал 2000 билетов. Всего же песни в тот вечер услышали всего 12 тысяч куйбышевцев. Среди них был и 13-летний Михаил Трифонов. Знали, что Высоцкий должен приехать, но не знали, когда. Я помню, мы час сидели в Одессе спорта и ждали. И комар прилетит, было слышно. Такая тишина была. Только чуть-чуть там кто-то переговаривался сзади. И когда Высоцкий прыженистым, бодрым таким, быстрым шагом выбежал на сцену, прыжав гитару в груди, поклонился, извинился за опоздание, зал взорвался аплодисментами. Высоцкий перед многотысячной аудиторией выступал впервые. До этого он считался камерным и домашним певцом. Впервые для его концерта именно в Куйбышеве была выпущена афиша. Экземпляр с его автографом хранится в Самарском музее Высоцкого. Как засмотрится мне нынче, Как задышится Воздух крут перед грозой, Крут довязок. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События.